Мы встречаемся с вами 14 декабря, тут совсем недолго, как раз таки до 2023 остается и не обойдется у нас сегодня и без, так скажем, новогодних вопросов, вопросов про Новый год. Катя Казакова спрашивает, какую елку Александр Викторович ставит дома, настоящую или искусственную, и чем и кто ее наряжает? Искусственную. У меня есть две женщины дома, супруга и дочь, вот они этим и занимаются, елку искусственную. Наталья Андросова интересуется, Новый год, это время ставить цели на следующий. Какую личную цель ставит губернатор, а какую рабочую? Рабочая цель для нас это исполнить все те планы, которые мы перед собой ставим, они достаточно амбициозные. Я думаю, что здесь вместе с командой правительства области нам все это удастся. Знаете, личные цели вещь такая, сама в себе, и, наверное, вот эта поговорка, если хочешь насмешить Бога, поставь перед собой цель, она каждому конкретному человеку применима. Поэтому никаких выдающихся или особенных целей перед собой не ставлю. Обычные житейские задачи и все, что связано с работой. Софья Квасова спрашивает, что губернатор подарит на Новый год жене и детям? Вот я еще не думал. Это хороший вопрос. Напомню, что этим нужно заняться и уже придумать. Обычно какие-то незначительные, недорогие подарки, это не связано с какими-то бытовыми вопросами, приборы какие-то, технику. Точно это нет, это обычное, вот что-то такое для души, так что называется. Но очень недорогое, очень сдержанно все. Я в самом начале сказал, что встреча у нас традиционная. Возможно, у вас традиции какие-то есть с семьей новогодней? Да, у нас традиции. Мы уже 35 лет встречаем Новый год с одними и теми же людьми, с нашими друзьями, которыми еще с кем-то в институте познакомились, с кем-то здесь на заводе. И, ну, редкое исключение, когда мы Новый год не празднуем все вместе. Поэтому, вот, я надеюсь, что этот год таким исключением не будет, а мы снова все вместе соберемся. Мы стараемся, помимо того, что вот такие подарки личные для близких готовишься, еще вот собираюсь, как бы, там, мужская аудитория женщины, женская аудитория мужской готовит подарки. Опять же, они такие совсем простенькие, но приятно, как знак внимания. Вот, поэтому, собственно, вот такой формат и празднования, и общения, и знаков внимания. Что вы пожелаете воронежцам в Новый год? Ну, конечно, последние три года пожелания, на самом деле, приоритизировали. Вот, и, конечно, прежде всего, хочу пожелать здоровья всем жителям города и области. Хочу пожелать благополучия, наверное, мы об этом много говорили сегодня тоже, и это тоже важная составляющая такого человеческого счастья для каждого человека. И, конечно, уже из такого формального пожелания, которое мы часто произносили, но не задумываясь даже, может быть, об этом, хочу пожелать мира.